МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 декабря пройдет зимний кубок Лиги КВН «Подъем». И уже не в первый раз в Чебоксарах. Олег, расскажите, почему Чебоксары и что такое Лига КВН «Подъем»? Лига КВН «Подъем» – это лига особого статуса. Лига, в которой играют силовые структуры и ведомства России. В данном сезоне принимают участие 9 команд из различных субъектов Российской Федерации. От Иркутска до Орла, Ростова. Даже до Тулы. Да, до Тулы. Все, все. Москва, Нижний Новгород. Пропиарил свой город. Вот, принимают в ней участие. В этот раз мы к вам приехали с акцией. Акция называется «День правопорядка». И мы проводим ряд мероприятий, которые направлены на становление положительного образа сотрудника полиции, на пропаганду государственной службы и прочие мероприятия, которые связаны с нашей деятельностью. То есть концерт 13 декабря, он не единственное, что запланировано в рамках Лиги? Да, да. Концерт завершает. Сегодня мы были в Чебоксарском детском доме с новогодним концертом. Поздравили детишек. Это уже традиционно. Мы там уже были в прошлом году. Также у нас планируется хоккейный матч и большая интерактивная выставка «Город полицейских». Будет проходить в ледовой арене на втором этаже. Там мы разворачиваем большую такую интерактивную выставку. Там будет где пофотографироваться, поиграть, посмотреть что-то на импровизированной сцене. С нами приехал артист цирка Дю Солей Марио Форелли. Он сейчас проводит мастер-классы здесь с местными танцорами. И тоже поставит блок. Будет на концерте минут 20 блок уже с местными танцорами. Там две барабаны установки, 50 танцоров. Будет здорово такое шоу он поставит. Сколько команд играют в зимнем кубке? Из каких городов? В зимнем кубке принимает участие команда КВН из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Ростова, из Иркутска и Омска. А также сборная МВД России. В прошлом году победили красноярцы, по-моему. Они не приехали в этом году? В этом году они не приехали. Они, в принципе, в сезон не закончили. Потому что летом выпустились уже из вуза. Начали работать. А молодая команда у них только-только сформировалась. Они не успели приехать на зимний кубок. Но в новый сезон идут. Они очень понравились. И жителям города понравились, с кем я успел пообщаться. У них идет, можно сказать, смена поколений сейчас. Так что ждем их. Я, насколько знаю, недавно закончился сезон Лиги КВН Подъема. Определился у вас чемпион Лиги. И практически через неделю у вас зимний кубок. То есть это так запланировано? Ребята не успевают отдыхать? Или, вернее, работать по своей специальности? Ну, наверное, слава богу, что это все идет таким нон-стопом. То, что много мероприятий и везде полный зал. Значит, это востребовано. Если есть зритель, для кого это делать. Если есть заинтересованные администрации города, министерства, которым это нужно. Так как мы несем, я считаю, правильную, светлую мысль, добрую. Значит, мы будем это делать. Максим, ну вот ваша команда, финалисты Премьер Лиги. В следующем сезоне вы играете в высшей лиге. Вы вот здесь, в Чебоксарах, на зимнем кубке будете вне конкурса? Или все-таки вы составите конкуренцию командам? Ну, наверное, скорее всего, мы выступим вне конкурса. Потому что у нас как бы сборная. И будет не очень, наверное, честно по отношению к другим командам. Будем выступать как бы в конкурсе. Наверное, да, будем вне конкурса. А как организовалась ваша команда? Как организовалась? Ну, на самом деле уже потребность, наверное, была. Надо создать одну общую сборную, полицейскую команду. И мы взяли, можно сказать, самых активных, самых веселых и находчивых, можно сказать. Это те люди, которые уже играют в своих командах. Из Нижнего Новгорода, из Уфы, из Омска, Москвы. Много городов. И всех вот этих людей, которые, можно сказать, самые активные. Мы их взяли и сделали большую сборную. Но эта сборная, можно сказать, это не проект. Это именно друзья. У нас очень дружная лига. И мы, можно сказать, одной дружной семьей. Потому что мы даже не то, что друзья, а мы семья. Вот как раз и играем, и сделали сборную. Ну, то есть вы профессиональные полицейские. В свободное от КВН время вы занимаете профессиональные деятельности. То есть ловите преступников. Да, у нас из оперативных подразделений есть участники. То есть не артисты? Не актеры? Не приглашенные МВД актеры, чтобы играть в КВН? Нет, то, что зритель видит, каких людей он видит, это реально действующие сотрудники органов внутренних дел. А какой у вас любимый конкурс? Приветствия. Потому что это визитная карточка команды, и мы можем как раз показать лицо полиции. А самый сложный? Самый сложный? Ну, музыкальный биатлон, наверное. Музыкальный биатлон, наверное, для всех сложный. Ну да, это один из самых тяжелых конкурсов. Но у нас есть люди, которые поют, у нас есть основные актеры, и они очень стараются, все делают. И все равно этот конкурс тяжелый сам по себе, но мы с ним справляемся. Как придумываются шутки, как придумываются вот эти песни для музыкальных, отрывки, кусочки из музыкального биатлона? Каким вот образом все это происходит? У нас есть авторские группы внутри команды. То есть мы расходимся, на час, на два пишемся, слушаем музыку, идет творческий процесс, после чего собираемся, и происходит общая защитка. И уже все вместе решаем, что проходит дальше, что нет. Есть какой-то любимый исполнитель, певец на нашей российской эстраде, ну пусть будет так, да? Кого вы с удовольствием, чье творчество вы с удовольствием эксплуатируете у себя? Нам очень, ну нам много кто нравится, но вот у нас, кто смотрел наши игры в премьер-лиге, у нас был стенд со звездой, такой конкурс, и за нас выходил Алексей Воробьев. У нас были гаишники Карибского моря. И вот на самом деле это замечательный человек, очень интересный, ответственный, максимально творческий. И он замечательно влился в нашу команду, и вот, наверное, ему хотелось бы сказать отдельное спасибо. Было приятно поработать. Да. Какие команды в премьер-лиге, в высшей лиге вам симпатичны? Кому вы симпатизируете? С кем вы общаетесь, с кем вы дружите? Ну, естественно, ваши команды. То есть они нам очень хорошие друзья, очень хорошие люди. И когда мы готовились к премьер-лиге, они приезжали, помогали, то есть абсолютно просто, потому что... Хотели помочь. Хотели помочь, да. В финал, на самом деле, неоценимый. Вот, и поэтому эта игра в финале, это их игра тоже. Ну, Казань, наверное, тоже команда нравится. Хорошая команда. Ну, а как же конкуренция на сцене? Ну, конкуренция, она есть всегда. Она и в жизни, и на сцене, но всегда нужно оставаться людьми. Всегда нужно оставаться КВНщиками. Дело в том, что конкуренция, она для зрителя в первую очередь. Вот. Командам хочется победить. Например, мы, выходя на сцену высшей лиги в 1-8 финала, не ставим себе цель победить. Мы понимаем, что это наше время на первом канале. Нас увидит вся страна. Мы выходим, мы полицейские, и мы должны донести мысль. Вот наша цель. Мы выходим доносить мысль и должны сделать это максимально профессионально. Поэтому здесь конкуренция отходит немножко на второй план. Олег, давайте скажем, когда у нас будут игры, где и как можно будет прийти на игру лиги КВН подъем 13-го? 13 декабря в Дворце культуры Чувашского госуниверситета сбор гостей в 18.00, начало в 18.30. При поддержке администрации города Чебоксары, Министерства внутренних дел по Чувашской республике и Департамент государственной службы кадров МВД России пройдет зимний кубок лиги КВН подъем. На него можно прийти, позвонив в офис КВН Чуваши. Есть квота билетов для них, они бесплатны. Можно успеть позвонить, если они еще остались, то взять там и прийти. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня мы говорили о лиге КВН подъем, лиге особого статуса. 13 декабря в ДКЧГУ пройдет зимний кубок лиги КВН подъема. Сегодня у нас в гостях был директор лиги КВН подъем Олег Кумаритов и капитан сборной команды МВД России подъем Максим Кожаев. Спасибо за внимание. До свидания.